Если электроника вашей машины заболела, то... Там трактор вылечит всех, полю всех лечит. Этот способ вам не поможет. Необходимо обращаться к профессионалам, но бывают случаи, что и работники СТО не обладают нужными знаниями, а лишь ориентируются на отсутствие или наличие ошибок при компьютерной диагностике. Между тем, правильно не просто ошибки смотреть, а знать параметры работы электронных систем. Сегодня делаем компьютерную диагностику двигателя Рено с помощью прибора Канкли. Поблагодарить надо китайцам. Выбираем систему впрыска. Жмем продолжить. Некоторые неполадки в работе двигателя могут проявляться, например, только на холодную. По этому диагностику тогда надо ставить машину и провести диагностику на холодном двигателе. Вот сейчас я завел сразу. Сразу же видим, вот записаны в памяти неисправности, но это нас не интересует. Вот без участия тестера мы можем видеть зарядка 14,2-14,1 вольт. Это нормально. Но не забывайте, что вообще проверка зарядки делается где-то спустя 10-15 минут после начала работы машины. Ну, как бы аккумулятор должен, образно говоря, прогреться. Если вы видите, что зарядка 13,5, это минимально допустимое напряжение. То есть уже необходимо менять как минимум щетки. Проверять вот мы можем педаль сцепления. Нажимаем. Вот сейчас нажата педаль. Видите, так работает датчик сцепления наш. Педаль тормоза. Нажата, отпущена. Вот, обратите внимание, нажата, отпущена. Неисправности уровня 1 и уровня 2. То есть неисправности уровня 1 и уровня 2, это критические неисправности, с которыми нельзя уже ехать. И неисправность, которая обнаружена в двигателе, как бы, но поездка еще можно. И тут же идет вот счетчик неисправности, как давно, на каком километраже появилась эта неисправность. Заходим вот сюда, выбираем. Контроль неисправности. Смотрим. Записаны в памяти. Так, цепь датчика температуры воды. Ну, это я снимал видео про проверку температурного датчика. И цепь датчика охлаждающей жидкости. Так. Ну, я их удалять не буду. Для того, чтобы удалить ошибки, надо выбрать параметр удаления неисправности и остановить мотор. Просто, чтобы было включено зажигание. И затем нажать на удаление неисправности. Ошибки будут стерты. Выбираем считывание состояния и параметров. Запуск двигателя разрешен. Так, команда реле-привода активна. Напряжение питания. Так, ну, давайте начнем, пока не прогрелась машина. Сразу, значит, вот на холодную можем проверить температуру нашего антифриза. Адекватно ли работает температурный датчик. То есть, перед тем, как делать диагностику, примерно сравнить данные с температурой, ну, атмосферы, чтобы эти данные совпадали. Ну, вот по мере прогрева, давайте я вот сейчас погазую. Вот, начинает быстрее расти температура. Вот, 49. Ну, как бы температурный датчик, в принципе, работает адекватно. Сразу здесь вот видим обороты. На холодную, в принципе, 850 оборотов. Это на бензиновых роножках в большинстве случаев, да, это норма. Температура воздуха 8 градусов. Ну, это, получается, температура входящего воздуха. То есть, вот тоже сравниваем адекватность показаний датчика температуры входящего воздуха на впускном коллекторе. 9, ну, по мере прогрева будет немножко меняться. Ну, да, сейчас на улице за бортом плюс 7. То есть, работает он адекватно. Атмосферное давление 995 бар. Вот сейчас по поводу атмосферного давления еще отдельно скажу. Вот это вот параметр 370. Это давление впуска, то есть, разрежение в коллекторе. Значит, смотрите. Вот этот параметр в идеале 300-350 м бар. Вот этих единиц. Если он больше, ну, вот как бы 370-369, в принципе, это практически норма. Но если он будет сильно, там, под 400, то это может свидетельствовать о наличии подсоса воздуха. И смотрите, потом еще в конце покажу. После заглушения двигателя вот этот показатель и вот этот. Вот 995 и вот тут 370. Они должны примерно сравняться. Обычно около 1000 держится. Вот видите, по мере прогрева двигателя разрежение уменьшается. Ну, то есть, какие-то микро-нано-щелки, видимо, есть между где-то подсос воздуха. Но совсем незначительные, которые не влияют на работу двигателя. Регулятор положения распредвала в резервный режим. Это наш фазорегулятор. Нет. Измеренное положение регулятора ААС. Это регулятор холостого хода. В моей машине его нет. Холостой ход регулируется автоматически электронной дроссельной заслонкой. Заданное положение фазорегулятора. Ноль. Потому что сейчас вообще холостой ход. Во время холостого хода положение фазорегулятора наш не регулирует распредвал. Ну, не изменяет фазы и газораспределение. Вот если я начинаю газовать, вот получается, выполняется коррекция у нас оборотов по холостому ходу. То есть, дроссельная заслонка работает. Система подачи топлива. Так, опять же, видим наши холостые ходы. Вот 750, это на бензиновых роножках. Плюс-минус 50 оборотов допуск идет. Это нормальный холостой ход. Коррекции режима холостого хода. Нет. Вот сейчас я начал газовать. Вот обороты видны. Регулировка холостого хода неактивна. Сейчас вот с отпущенным газом активно. Все правильно. То есть, видите, как бы надо не просто знать ошибки, а вот эти вот параметры определять и сравнивать их, какие они должны быть. Здесь можно увидеть работу наших лямбда-зондов, но работа лямбда-зондов выполняется у нас и проверка после полного прогрева машины. Продолжительность впрыска в миллисекунд. Так, 5,2. Отопление. Вот уже наша температура поднялась до 66 градусов, и когда будет где-то 80-85, мы можем увидеть, как откроется наш термостат. Здесь, в токсичность отработанных газов, видим наши кислородные датчики, лямбда-зонд. Нагрев верхнего датчика кислорода активен. Верхний датчик уже включился. Нижний кислородный датчик неактивен. Он будет после того, как машина полностью прогрета. Напряжение видим наших лямбда-зондов. Так, ну вот это норма, 39-358 милливольт, я так понимаю, если правильно расшифровать. Так, пропуски зажигания в цилиндрах не обнаружены. То есть, если где-то не работает катушка зажигания, там, или свеча очень сильно уже потрепана, вы это увидите. Я вот газую, и ничего нет. Как проверить датчик давления входящего воздуха и атмосферного? Вот эти данные должны совпадать после заглушения машины. Глушим ее. Вот, выравниваются показания. Здесь осталось так же. И здесь примерно то же самое. Идеально. То есть, все наши датчики давления впуска и, ну, разрежения в коллекторе, и атмосферного давления, то есть, и разрежения в коллекторе, это два разных датчика, работают адекватно. Вот я завел машину, тут же пошло разрежение. Распознавание первого цилиндра выполнено, сигнал маховика двигателя обнаружен. Вот в этом параметре зажигания предварительного нагрева мы можем проверить датчик маховика, он же датчик положения коленвала наш. Пропусков нет. Регулировка для устранения детонации 9,8. Это нормально, не большая, то есть, работа адекватная у топлива нашего. Опережение тоже нормально. Перейдя в исполнительные механизмы, мы можем проверить цепь, значит, электромагнитный клапан, управление регулятора наддува, ну, у меня этого нету, система подачи топлива, топливный насос, можем проверить параметры водителя, дроссельную заслонку, ее адекватность работы и токсичность отработанных газов, это, значит, электромагнитный клапан продувки недогоревших этих, ну, паров, не сгоревших паров бензина, нагрев верхнего лямбда-зонда и нагрев нижнего лямбда-зонда, то есть, без всякого снятия, без тестеров, просто проверить. Значит, начнем, ну, вот, реле топливного насоса. Заглушить машину надо, но включенное зажигание, что было, нажимаем. Зажигание включено, двигатель остановлен. Нажимаем подтвердить. Команда выполняется, пишет. Сейчас слышно, так, на панели тут загорелось, что выполняется проверка у меня. Сейчас слышно, как загузел топливный насос. То есть, все исправно. Все, теперь выходим отсюда. Токсичность отработанных газов. Электромагнитный. Зажигание включено, двигатель остановлен. Это клапан продувки абсорбера. Опять же. Опять загудело у нас. Появилась на панели надпись, что выполняется проверка. Так, аккумулятор уже подсаженный. Я тут заводил, глушил машину. Все нормально. Электромагнитный клапан исправен. Никаких ошибок не высветилось. Ну и подогрев нижнего верхнего лямбда зонда аналогично. Нажимаем, и выполняется проверка. То есть, вот, наш прибор позволяет проверить и топливный насос, и лямбда зонды. Я говорю именно про Renault Conclipe. То есть, он обладает всем стопроцентным набором функций. Все, жмем домой. Выходим. Ну, вот так вот выполняется полная компьютерная диагностика двигателя Renault, всех его систем. Именно двигателя, я подчеркиваю, с помощью Renault Conclipe. Только с помощью Renault Conclipe вы можете 100% проверить именно все. Обычные сканеры могут не всегда правильно интерпретировать данные. Поэтому, в идеале, если вам необходима компьютерная диагностика, езжайте лучше на вот этот чудо-приборчик. Renault Conclipe. Ну, если же вы из Витебска, города, и являетесь моим подписчиком моего канала, то пишите мне в комментариях, либо в личку ВКонтакте. И вам необходимо сделать компьютерную диагностику, то можем как-нибудь состыковаться. Естественно, для подписчиков будет это дело все абсолютно бесплатно. Поблагодарить надо китайцев. На сегодня все. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно смотреть. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.